Музыка срывалась, там проходили И я такая Что происходит? И они такие Все нормально? Продолжай петь Хорошую музыку невозможно написать Когда все у тебя прекрасно, все хорошо Ну типа все не игрально Должно быть слишком все плохо Чтобы писать хиты Или слишком хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Спасибо И мы И мы Парочку артистов Узбекистан А что за артисты Вы кто? Вы кто? Вы пришли в какую-то аудиторию В которой вас мало кто знает И из чего вы начнете себя представлять? Как вы себя? Наверное буду позиционировать себя как self-made для начала Во-вторых Во-вторых я музыкант Во-вторых я музыкант И блогер И чуть-чуть писательница где-то Да У меня была книга которая еще не издана Но она еще есть Вот Так я всегда Ну начала я именно с музыки Я начала петь А потом уже плавно это все перетекло в блогинг Когда начала набираться аудитория в инстаграме Когда им было интересно не только как я пою А больше они начали задавать вопросы Типа раскроете свою личность Чем вы вообще увлекаетесь, занимаетесь Потом пошли первые рекламы И как-то я по совместительству стала блогером Но на самом деле сейчас я больше ухожу в музыку И хочу позиционировать себя только как музыканта и как артиста Не блогер Нет, потому что я блогер, но я все равно не блогер как другие блогеры Например, они прям, не знаю, 24 на 7 делают контент Они парятся над этим Но я особо прям так сильно не запариваюсь по поводу контента 24 на 7 делаете музыку? Да Вот Вот и выбор, собственно Книга Вот за это хочу сразу зацепиться Что за книга? Когда? Что? Что там внутри? Когда нас ждет это? Я очень люблю читать Это началось с моего детства Когда дедушка заставлял меня каждый день По 10 страниц прочитывать ему вслух Я так ненавидела это делать Но сейчас я говорю ему за это спасибо Потому что он мне привил любовь к чтению книг И какое-то время я очень сильно любила жанры фэнтези И читала это прям взахлеб Я помню, я читала Кровную Уза 6 томов Академию вампиров И почему-то мне в голову взбрендило написать что-то такое наподобие Я написала фэнтези про вампиров оборотней Серьезно? Там 30 глав я их выкладывала на ватпаде Было очень много читателей Меня до сих пор спрашивают Ваша книга так и не вышла Вы когда не собираетесь ее издавать? Но когда-нибудь я хочу выпустить книгу скорее не фэнтези уже, а о своей жизни Наверное такое вот Автобиография получается Да Будет очень здорово почитать Я думаю там пополнятся главы к тому моменту Да Сто процентов Потому что я, если вы заметили, интервью не особо так часто даю Не знаю, не то чтобы страх Меня когда даже на подкасты какие-то на интервьюшки зовут, я отказываю Спасибо, что согласились Я же люблю вас Отлично, мы вас тоже Так, давайте начнем с детства Давайте Что там у вас было? В какой момент у вас музыка появилась с детства? И как все пошло? Я не знаю тот ключевой момент, но она, кажется, всегда была Просто родители они не особо поддерживали, наверное Потому что у нас в семье нет ни музыкантов, ну никого, кто связан с творчеством У меня все там профессора, ученые, доктора какие-то И я такая, я белая ворона, hello Поэтому, не знаю, они особо это не замечали, но я всегда пела сама по себе Я устраивала концерты, я помню для своих соседей Раздавала какие-то там, я не знаю, флайеры, еще что-то, не знаю И затем это продолжилось уже в школьное время, когда я выступала на школьных мероприятиях Мои все подружки ходили в музыкальные школы, потому что раньше это было культово, я не знаю, как сейчас Раньше, ну по статистике, по-моему, 50% в школах абсолютно ходили на музыкальную школу Либо на вокал, либо на фортепиано Вот, и я тоже хотела, но мне не разрешали этим заниматься Вот, поэтому я сейчас никого, конечно, не призываю обманывать своих родителей Но так как у меня было сильное желание, мне приходилось говорить, что у меня там дополнительные в школе А я сама ходила на хоровое искусство со своими подружками Чисто понаблюдать со стороны, потому что мне было так интересно И в один момент сам вот учитель хорового мастерства, Мансури Шатович, я его помню Он тогда сказал, типа, а что ты там стоишь, типа, идем тоже, попой Я такая, ну ладно, давайте И там вот, насколько вы знаете, там расставляют всех, типа, аль, сопрано, по голосам И я стою, пою, и он что-то проходится по рядам, такой, слушает И такой, а ну-ка, ну-ка, иди-ка сюда И он меня начинает распевать И такой, у тебя очень большой потенциал, типа, не переставай петь И, наверное, это и стало таким ключевым моментом, когда я от одного человека просто услышала какую-то поддержку И я такая сразу воодушевилась, потому что особенно в школьные годы, когда вот в подростковом возрасте Когда вы только-только, у вас формируются какие-то мечты и представления, цели о жизни Это очень важно, когда вас кто-то поддерживает Потому что без поддержки очень тяжело Особенно ту сферу, которую я выбрала Если там саму себя как-то давай-давай вот так вот не делать, то поддержка очень сильно важна Поэтому он был первым человеком, который меня поддержал Потом он, потом появился конкурс, Юлдус Ча Я случайно его увидела в телеграм-канале, в каком-то мне отправили А это сколько вам лет было? Мне было 15 лет Мне было 15, и я отправила заявку Прошла, там в жюри сидела Саида, помню, певица, еще кто-то, короче, там сидел Но я не думала, что я пройду Там были все аладиновские тогда, там 300-400 детей, поющих Да, которые на сценах выступали А я такая, ну типа, я просто люблю петь Но я прошла кастинг, прошла и первый этап тоже я пела песню Мерси Вот, и вот как-то так начался мой такой, не скажем, звездный, а карьерный путь, наверное Ну, второе прослушивание не прошло Мне сказали, что я, ну, не очень хорошо пою Ну, наверное, опыта просто нет Конечно, конечно, да-да-да Опыта на сцене не было, так как это было, ну, первый этот Поэтому, если вы там, допустим, условно, у вас что-то не получается Это не значит, что это не ваше Или то, что вы должны издаться и, типа, выбрать что-то другое Если вы действительно верите в то, что вы это любите делать и вы хотите это делать Нужно идти до конца и, главное, развиваться Потому что чем больше вы будете развиваться, набираться опыта Это как карандаш, который вы точите, и он круче будет рисовать Поэтому нужно только развиваться, развивать это в себе И никогда не опускать руки Вот это вот, я думаю, самая главная формула успеха Это просто не опускать руки и всё И идти дальше, что бы там вам ни говорили Кто бы что ни говорил вообще абсолютно Неважно Ну, главное в себя верить, получается Да, сто процентов Такой вопрос, получается, вы говорите, что вы сами в себя верили Но единственным человеком, который вот прям точно вас поддержал Это был тот самый преподаватель по хору, правильно? Как насчёт семьи? Ведь у вас был период, когда вас не поддерживали, где-то ограничивали, получается? Как вы с этим справились? До сих пор ограничивают Серьёзно? Да, ну вот условно Вчера я с мамой поругалась тоже Вот, то есть это нормально У нас как бы не принято же об этом говорить У нас же как говорят? Ну, типа, никогда не перечислить родителям Всё такое Ну, это правильно Ну, то есть это наша культура, наш красивый менталитет Родители, это, ну, априори мы их будем любить в любом случае Да, и мы должны к ним прислушиваться Но я хочу вам сказать, что родители не всегда правы Не всегда, то есть они могут быть правы Там, если, допустим, они говорят Это не твоё, делай вот это вот, например Потому что потом это может оказаться совсем по-другому То есть, ну, мне очень много раз ломали крылья Именно в семье А как получилось, что вы дальше продолжили? То есть многие бы люди на вашем месте Они бы сказали, сорян, всё, я сдаюсь Я не знаю У меня темперамент, наверное, такой Я не знаю Вот мне хотелось именно доказать Вот мне говорили, нет, мне хотелось Нет, я это сделаю Да, 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 да Потому что я помню, я и в голос хотела, и туда хотела А мне там бабушка словно всегда говорила Нет, зачем тебе таких, как ты, очень много Ты особо там не талантлива У тебя нет такого шикарного голоса, чтобы там петь, например Или говорили то, что в этой индустрии нужны только знакомые Только через знакомых и так далее Ну, это, конечно, имеет место быть Это правда то, что там где-то через знакомых, где-то как-то Но всё равно больше всего решает всегда ваше упорство Там, в какой бы сфере вы ни были Типа даже знакомые, даже ваши деньги Когда нужно, не зарешают Если у вас нету сильного вот этого вот желания и упорства Поэтому это очень важно Внутреннее стержень у вас есть получается Оказывается, да Очень круто Оказывается, да Непростая девочка Насчет учебы тоже так же было, кстати Очень многие удивляются, почему я бросала университеты Я, кстати, бросила два универа О, с этого момента поподробнее Да, 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 да Я училась в Сингапурском год Я отучилась в Foundation У меня, ну, всегда была другая цель У меня всегда была цель поступить за границу и улететь Всегда Но так как родители у меня такие консервативные немного Они меня не отпускали, соответственно Я поступила в Сингапурский Но и то у меня уже была цель там два года отучиться Потом улететь И, ну, такой был план Через год у меня там условно что-то как-то развивается все в Москве Я думаю, все, я там продолжу свой карьерный рост И сказать родителям я не могу то, что я бросаю Ну, я просто забрала документы и перевелась в другой университет И поставила их перед фактом Я перевелась в Питер Но это был тоже способ, ну, типа, улететь туда Но потом случился карантин Потом случился... Он всем нам планы обломал Да, отвечаю Случился карантин Потом я решила поступить в Америку Это вот был такой очень переломный момент в жизни Когда мне сказали Ну, я уговорила родителей Я уговорила маму Типа Я начала ходить вот этот вот центр подготовки IELTS Мне нужен был вот этот документ И я такая, типа, вот, короче, вот как-то так И мама говорит, хорошо, ладно, давай попробуй Родители же видят усилия, получается Он уже как-то поддержит, как-никак И я такая вся уже на парах Радостная, все, я уже готовлюсь Я за два месяца прошла, ну, такую программу И сразу получила документ Мне нужно было срочно, пока они... Пока они такие, хорошо, давай Мне нужно было срочно-срочно, да, все делать И получается, все, я получила документ Я прихожу домой, сажусь, ну, на ужине мы сидим И говорю, вот так-то так-то я получила документ Я уже хочу отправить документы в университет И все такое И, типа, вам платить необязательно Я надеялась на грант Или хоть как-то на эти деньги Потому что мне важно было только их согласие Все Просто разрешите мне улететь, и я улечу Скажите, да Да-да-да И дедушка говорит, ну, типа, я не против Класс, давай, типа, поможем, чем сможем И я такая... И мама такая Нет, а кто тебе разрешил улететь? Я такая В смысле? И в тот момент я была настолько сильно разбита Когда... Это как тебе дают конфету, а потом раз забирают И все Это очень больно было И папа говорит, нет, типа Ты же девочка, зачем тебе, типа, улетать одной? Знакомо Да Замуж выйдешь, и все, нормально, короче Муж тебя разрешит, посмотрим Да-да-да Так что, когда все думают, что А как вам родители разрешают? Вот вы так летаете туда-сюда Ну, вы заблуждаетесь То есть не все так гладко и красиво, как это смотрится на самом деле Потому что за этим очень огромные такие ссоры И такие, нет, я это сделаю Но, конечно, как сказать В пределах разумного То есть какие-то моменты Я иду на компромисс Они идут ко мне на компромисс То есть не без этого, да Но и не без каких-то там ссор, конфликтов условно Получается, вы просто покупаете билет И с другой стороны уже такие селфи Я тут Было такое хоть раз? Кстати, нет Я очень Ну, я предупреждаю заранее Там, типа, вот мы в такие-то даты улетаем Там с делегацией Вот едут такие-то, 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 такие-то И они такие, ладно, ладно Написание, вот, будем в такое-то время тут Да, да, да Ну, то есть у меня не было такого, что родители, всё, пока я улетаю на отдых Ну, то есть у меня всегда это связано с работой, с рекламой Но только так Ну, учитывая, что всё это идёт своим чередом И у вас всё получается, и вроде родители счастливы То пускай так дальше будет развиваться Ну, оказывается, это кто как себя ещё поставит, наверное, в семье Потому что для родителей, оказывается, я всегда думала, вот в 20 лет, в 21, в 22 Вот им будет пофиг, вот им, думала, вот со временем начнёт уже становиться пофиг И они привыкнут Но нет, никогда в жизни этого не будет Типа вы в 24, и в 25, и в 30, и в 50 будете для родителей детьми Которых нужно контролировать, если вы позволяете им контролировать вами Ну, конечно, нужно это делать Ну, нужно, возможно, им подкинуть то чувство, что они, типа, вас контролируют Но на самом деле говорить хоп-хоп и делать так, как вам удобно Ну, ладенько, не переступая границы, получается Да, да, да Вот такие вот подводные камни, оказывается Пользуйтесь Пользуйтесь, да Окей Так, давайте продолжим с песен С песнями Давайте Вам на каком языке удобнее всего писать? На русском или на английском, может быть, на узбекском? И на русском, и на узбекском Ну, я переключаюсь так Вот раньше я писала только на русском Я никогда не делала на узбекском музыку Потом какое-то время, вот период джендера, не гей-ох-сан Я начала переключаться на узбекский язык А потом Но учитывая, что у нас аудитория более узбекоговорящая То, в принципе, да Да, да, да Но переключиться сейчас на русский мне чуть-чуть тяжеловато Потому что я уже привыкла к узбекскому языку Но я сейчас пишу на русском Почему? Потому что я подписала контракт с Warner Music И я сейчас... Да Поздравляем! Это классно! Давайте попробуем И получается, мне сейчас нужно и важно делать музыку на русском, на английском Для того, чтобы уже выходить на более... Другую, да, на международную аудиторию я хочу Потому что, ну, я попыталась делать на узбекском Но все равно это не большие цифры Это небольшие такие охваты Для больших охватов нужно писать о социальных проблемах Например, как делает Конста У него очень крутые тексты У него все по факту Но он вытаскивает социальные проблемы То, что нужно нашему народу Поэтому и прослушивание классно и крутое Либо нужно делать какую-то дичь Либо нужно делать очень свадебные песни Для того, чтобы зарабатывать Либо что-то откровенное в клипах Да, 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 да Ну, как масса, например Ну, да Смотрят же люди, нравится Да, и причем у него очень классная Такая своеобразная аудитория А вот под мои треки, я не знаю Ну, типа, наверное, можно, да, покачать Плакать можно еще Плакать можно, да Но это не стадионы, например Для стадионов я должна делать что-то такое Типа, давайте танцевать Коржа Да, 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 такое Муни Суризаева должна делать Пока что так Я думаю, что лет пять еще так будет Пока новое поколение Вот вы, например Я уверена, что не слушаете Ну, такую музыку Старую узбекскую Ну, такую тойскую Я думаю, что это поколение Уже будет совсем другое Тут фанаты Бололар сидят Аккуратнее Ну, Бололар, априори Это просто классная музыка Именно старый шоу-бизнес Это что-то другое А вот то, что между Блин, ну, я не знаю Вот эти вот свадьбы Да, я поняла, о чем вы говорите Любим наши свадьбы Так что вы Очень красочно проходят Наша надежда На изменение Будущей узбекской музыки По поводу английского языка Получается, вы в свое время Его изучали И что, как, помогает? Ну, в 13 лет В 13-14 я его изучала Индивидуально Я летом только занималась Английским И все Особо я на курсы не ходила Но больше мне помогло Даже не изучение С учителем Мне больше Практика помогла Ну, типа, я смотрела интервью Со звездами Я тогда обожала Селену Гомс И она, наверное, стала Одной из причин Почему я так полюбила Английский Потому что я смотрела Все ее интервью Все ее сериалы Там наблюдала Затем, как она разговаривает Манеры речи Повторяла Учила ее какие-то Ну, слова, да Условно, да Фишечки какие-то И, наверное, вот это мне помогло Сериалы, интервьюшки Я всегда советую интервью смотреть Именно американских звезд Потому что Так вы будете больше привыкать К разговорному К сленгу К какому-то Да, да, да Вот Я ненавидела британский английский Просто ненавидела Но после того, как я слетала в Лондон Я его так полюбила Он очень Не знаю Он такой своеобразный Красивый Не знаю Что-нибудь скажете С таким акцентом Ой, я Ну, я могу сказать только Бо-а-ва-а Больше ничего не знаю И они еще говорят Кон Не кен А кон Я еще начала слушать Central C Вот Знакомлю вас Новым исполнителем Он рэп-исполнитель Очень популярный Из UK рэп Ну Сейчас вообще люди Делятся на UK рэп И US рэп Я сейчас слушаю Больше UK А, что это такое Более изящное Круто Отлично По поводу клипов Ваш первый клип Расскажите, пожалуйста, о нем Как случилось так, что вы его сняли У вас же был первый клип, правильно? Блин, а какой был мой первый клип? Типа Фанаты тут есть? Какой был мой первый клип? Напомните, пожалуйста Нет, вообще Профессиональный клип Или профессиональный 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 С аппаратурой С целой командой Режиссер Сценарист Все дела Ну прям мега профессиональный Это был Cypher А вот именно мой Мы снимали в Бишкеке На Курултай Меня позвали Это типа то же самое Что ОЗН в Казахстане Они снимают Лайв-выступления А, у вас в хайлайтах есть Они выбирают ваш трек Зовут Там ставят всю аппаратуру И вы должны лайвом исполнять И они снимают это клипом Ух ты А как так получилось, что вас туда позвали? Вот после ОЗН я очень сильно стала Ну как сказать Мне начали написывать всякие казахские артисты Стало популярной Они такие О, узбекская Ариана Гранда Ну для них же Ну это же типа экзотика Типа я не знаю Вот И они были заинтересованы Казахи, кыргызы И вот мне написали Вот с Бишкека Типа позвали Я говорю Да, давайте, класс И все Мы сняли так первый клип На Йон-Драман мы сняли В таком узбекском стиле Они еще учли Как бы нашу культуру Наш вот этот колорит И на Burning Burning Yes Надо послушать Обязательно Послушайте Обязательно По поводу того Как вы начинали писать музыку Вообще В принципе Наверное Вы изначально не в студии Сидели А дома? Из дома? Верно? Да, я всегда дома пишу А с чего начать Человеку свою Такую музыкальную карьеру Если ты сидишь дома И у тебя как бы Нет возможности Допустим Выбраться на студию Или где-то отдельно Что-то записать С чего можно начать Я начинала просто с телефона И с диктофона Мне студия вообще не нужна была Я тогда вообще не знала Как там что делать Абсолютно Но я нашла в себе Вот эти вот навыки Писательские Когда Я всегда часто в детстве Переписывала тексты песен Вот я слушала Чтобы их запомнить Я переписывала У меня были отдельные тетрадки Где я записывала их И потом я уже начала Сама придумывать стихи И поняла Что можно попробовать Улучшить этот навык Ну то есть Любой навык Допустим Если вы хотите чем-то заняться Но вы думаете Ой, мне это не дано На самом деле это не так Любой навык Которым вы интересуетесь Его можно развить Если вы захотите Усовершенствовать это То просто нужно его развивать Практиковать И все будет нормально Вот А по поводу написания песен Есть такая штука Вдохновение называется И я ее так не люблю И люблю одновременно Потому что просто сесть И написать невозможно Ну вот А зачастую вдохновение приходит Когда ты либо чем-то Очень сильно огорчен Типа когда в жизни Просто полнейший трэш И такая Пойду напишу песню Либо когда у тебя Ну все охренительно Короче творческие люди Это такие люди Там нет никакого баланса Там есть либо одна крайность Либо другая крайность Ну вот посередке Что-то Хорошую музыку Невозможно написать Когда все у тебя прекрасно Все хорошо Ну типа все нейтрально Должно быть слишком все плохо Чтобы писать хиты Да Или слишком хорошо Секрет Или должен быть там Охренительный гострайтер Который там условно пишет Всем певцам Круто По поводу вдохновения У вас очень много песен Ну и в последнее время Допустим Эта вот песня Не могу Правильно? Она у вас о любви Кем вдохновились Кем вдохновились Или чем Откуда Вот кстати говоря Песни Адреналин Не могу Которую я сейчас выпускаю Это экспериментальные песни То есть я Если знаете Не пою вообще в таком направлении У меня направление Iron B Но так как Я хочу На больший рынок Мне нужно подстраиваться Под аудиторию И пробовать что-то новое Экспериментировать И понимать Что как бы больше Заходит аудитории Допустим Не могу Когда я услышала Впервые Наброски черновик Этого трека Я сказала Я никогда в жизни Это петь не буду Это что-то ужасное Не знаю Я вообще до конца Не хотела выпускать этот трек Но потом уже со временем Когда я начала прислушиваться Когда начала прислушиваться К мнению людей Которые говорят Блин Это так качает Классно Особенно вот эта вставка В конце Да Повторяющийся припев Классно Что-то русское Попсовое И я думаю Ну главное же Чтобы нравилась аудитория И главное Чтобы на концертах Они это пели Например Когда приходишь на концерт В любом случае Не хочется просто стоять И там я не знаю Качаться Хочется петь Мы же ради эмоций Приходим на концерт Поэтому я подумала То что я теперь Хочу делать музыку Которая больше будет заходить Аудиторией Не только для своего удовольствия То есть раньше Я заблуждалась По этому поводу Я всегда считала Что я буду делать музыку Только в свое удовольствие И не важно Кто ее будет слушать Но будет маленькая аудитория Но это оказывается Совсем не так работает То есть если ты хочешь Становиться Там популярным Востребованным артистом Нужно делать сначала То что хочет аудитория Слышать А потом уже То что нравится тебе Чтобы они уже Полюбили тебя Как артиста И априори Уже слушали То что ты То что ты будешь делать А вы не чувствуете Что вы допустим Как-то придаете Может свои Внутренние голоса Которые говорят Вам не пой Это пожалуйста Нет Потому что Это же русская музыка То есть я всегда хотела На русскую аудиторию работать Я всегда мечтала Там Ну в принципе Я всегда мечтала Быть популярна в СНГ Поэтому нет Но вот То что касается Узбекского Я попыталась Тоже прогнуться Под это Я думала Блин А может реально Попробовать что-то Узбекское Прям сделать Джентра для кого Для аудитории Была написана Или из себя Нет Вот Джентра Вообще На лайте Была записана Она очень смешно На самом деле Так появилась Там и Сколько там языков Вообще Там узбекский Там испанский И еще какой-то там Но она классная Она качает Да Ну то есть Я не знаю Я купила машину И такая Почему бы трек Не написать Про Джентру Трек машине Да Нет С одной стороны Это было для аудитории Это было для хайпа Потому что это Джентра Она всегда на хайпе Чёрная С тонировкой Да И ну Причем ее очень многие знают Поэтому тут Как бы двойной эффект Сработал И мне эта песня нравится И аудитории тоже нравится Вот Так все-таки Кому вы посвящаете песни? Не могу Да А песни кому посвящаю? Ой Это что-то такое Абстрактное Эфемерное Или это какой-то Конкретный может быть человек? Нет Есть песни Которые конкретно Кому-то посвящены Например Ниги Йохсан Она конкретно Кому-то посвящена Потому что вначале Там если вы слышите Есть аудио Где Ну Честно Не слушала Вот Ну короче Там идет мелодия Сначала И мелодия Начинается С аудиосообщения Где я говорю Я думала Что что-то Но все не так Что-то Что-то Мы должны были Это пережить Что-то такое Короче И потом уже Песня начинается Ну вот она Реальность Посвящена Определенно Какому-то человеку Это была написана Песня Именно в состоянии Когда я была Очень сильно разбита Когда мне разбили сердце И я такая В слезах Писала эту песню А вы ему еще И песню посвящаете Это был как раз-таки Как раз-таки Тот момент Когда я ехала На студию Записывать Какую-то песню И это был как раз-таки Тот момент Когда мне разбили сердце И я переключилась Я пришла И звукорежиссер говорит Что будем писать Я говорю Пишите грусть Пишем Все И все Я такая Сижу Плачу И такая Болды Это Зато песню Запишали Зато песню Зато песню Как мне подруги говорят Ты страдаешь Потом песни пишешь Каждого по-разному К сожалению Или к счастью Да Но это выливается В творчество Поэтому что-то Из этого уходит Зато с душой Ну пускай пореже вам Сердце разбивает Но песни хорошо выходят Пожалуйста Клипы-клипы Такой вопрос Чего вы никогда не сделаете В клипе Есть какие-то барьеры Я как раз таки обговаривала Это В контракте С Warner Music Во-первых Оголять свое тело Там я не знаю Условно Живот Там грудь И все такое Сниматься С мужчинами Ну то есть Какие-то там сцены Где он меня должен Трогать Категорически нет Ну вот в принципе Ну табак Ну Алкоголь Алкоголь Это все Нет-нет И ставки Я не знаю Как это связано С клипом Ну рекламные ставки Например А за деньги Ну смотря что Смотря что Было ли такое Что у вас когда-то Вы согласились На что-то Или Вот в карьере В творческой карьере Когда купили деньги Вас Когда купили деньги Меня Нет Такого еще не было Ну дай бог И не будет Были какие-то моменты Где предлагали Большую сумму Ну вот недавно тоже Не буду озвучивать Одна компания Меня хотела Условно переманить И предложили мне Большую сумму Контракт Но я не согласилась Потому что я работаю С другой компанией И это бьет По моим принципам Потому что Мне самой нравится Компания С которой я работаю И То есть я не могу Придать Своих Короче не придаем Долгосрочное Сотрудничество С теми Кто мне там Условно Заплатит больше Для кого вы Клип вчера снимали? Нет Давайте опустим Подробности Хорошо Мы решили для вас Такой интерактивчик Добавить Состоящий из двух Двух этапов То есть Первое Вам Вы говорите Что вы любите Смотреть интервью Мы оказывается В принципе В нужную стезю попали И мы бы хотели Чтобы вы узнали По голосу Из интервью Что это за артист Что за исполнитель Мы ставим интервью Какого-то зарубежного артиста Он не поет Русского или Нет Иностранца А окей Да Он не поет Он говорит что-то И по голосу Вам нужно будет узнать Кто это Ну это певцы Да Это певцы Это медийные люди Очень-очень популярные В топах Мы поможем Мне ничего страшного Я надеюсь Мне не будет стыдно После этого Все-супер Давайте Ты же Ариана Да Все верно Все правильно Первый Полетел Верхушки Вот эти ее Я ее голос Знаю из тысячи Просто Моя любимая В этом Это 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 Мне кажется Это Мне кажется Я помню Когда ты говоришь И они Ольбомы Никогда не закончены Они просто Снимают И это Это Наверное Это 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 Я люблю Я слушал И не Я не Аааа Не Это Для Сейчас Да И Потом Ты слушал И Ты Акцент Есть какой-то У него Такой Чуть-чуть Какой Бывший Нелюбимый Сейчас Любимый Но это Точно Не Джастин Бибер Ааа Бывший Нелюбимый Сейчас Любимый Акцент Ваш Ааа Окей Блин А кто Это Блин Я же знала Что это он Я хотела сказать Я хотела сказать Что это он Капец Да Он вертелся Мне в голове Ну вот Точно Теоретически Я угадала Я почесула Что у вас в голове Это есть Так что вы отгадали Сто процентов Гоу дальше Это женщина Сто процентов Нет Да Да Это не Тейлор Свифт Это не Селена Это была она Тейлор Свифт Серьезно Офигеть Я забыла ее голос Мы же то произнесли имя Уже хорошо Окей, летсей Тейлор Свифт Хорошо Это не Риана Это Риана Риана? Да Риана Вот она Вот она Лёг, кто это был? Я знаю, кто это сейчас И я имею Лайки Сборок И с бомбой Это не Блин, блин, блин Это тоже певица, правильно? Да, да Ну версию, любую Вариант Мне кажется, он правильнее будет Риана Можно шанс? Я имею Большую Луи Витон Блэнкет Сборок И с другой стороны Сборок Это не Ники Это не Карди Это не Карди Это не Карди Это правда Как хел Это выглядит как хел Как Доп-доп-доп Доль Нет, не два Медисон Бир Это очень хип-бист Я не могу даже не верить Это спуке И секси Это дип-доп Кто еще поет Там много кто Кэти Перри Нет Но она Она Очень знакомый голос Очень своеобразная Она ворвалась Прямо Ворвалась Пару лет назад Да С особой С особой методикой изучения голоса своего С братом Билли что ли? Да Спасибо за помощь Ну что я смотрю на это И причем Почему мы говорим Это потому что Я обратила Сразу Я делаю На моих сетях Это Сейчас скажу Кто это Эраэстрофи Да Бонбон Очень красивое произношение Вот это вот все Окей Блин, я ждала Джастина Бивера Сорян Следующий раз подготовка Ладно Давайте поаплодируем Потому что Это серьезно Сложно узнать И мы Плавненько Перетечем Ко второму этапу Мы вам Дадим Послушать музыку Чуть-чуть Прямо буквально Пару секунд И вы должны Будете ее допеть Давайте Го Ну в принципе Название песни Угадано Тоже неплохо Отлично Все верно Новый песен Сейчас When the sun shine We shine together Told you I'll be here forever Said I'll always be your friend Talking off Para my snickers Till the end Now that it's raining More than ever Know that we still Have each other You can stand You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella, Ella, Ella. Кайф! Офигенно! Я знаю точно, что это Eminem. Это вот этот трек, да? Как назывался этот трек? Лучше себя. Лучше себя. А, окей. Нет, не тот, оказывается. Тот. Ладно. Да. Скорее. Да, сорян, я все знаю, но я плохо учу тексты новых песен. Но вы уже это мелоди вспоминаете, это уже круто. Да. 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 Офигенная песня. Обожаю ее. Аплодисменты. Да. Аплодисменты. Да. Все верно. Кайф. И последнее? Да, го. Может, уходим? Опять тишина горит, словно метеорит вновь упал. Слова твои для души моей, бальзам. Не дай слезам вновь упасть в моих глаз. Очень красиво. Спасибо большое. Спасибо большое. Моя самооценка сейчас. Ну, узнали свою песню, тоже не было. Да, не говорите. Окей, давайте теперь мы поблагодарим вас еще раз, что круто. У нас здесь конкурсы прошли, отгадать было сложно, действительно. И перейдем к вопрос-ответу. Здравствуйте. Привет. Как вы относитесь к хейту? Ровно. К хейту очень классно отношусь. Я очень люблю хейт, на самом деле. Потому что я потом поняла, что хейт — это двигатель прогресса. И пока есть хейт, это означает, что вы движетесь в правильном направлении, если о вас говорят. Наоборот, хорошо, когда о вас говорят. Поэтому я, наоборот, переживаю сейчас, когда у меня нет хейта под песнями, или в комментариях нет ни единого плохого комментария. Ну, не знаю, это как минимум означает то, что вы, грубо говоря, неинтересны. Поэтому хейт всегда имеет место быть, потому что невозможно всем одинаково нравиться. И хейтеры — это даже лучше, чем фаны, условно. Потому что они смотрят и наблюдают за вами даже намного интенсивнее, чем ваши поклонники. Поэтому хейтеры — это круто, и ваши родственники тоже. Как я помню, вы изучали турецкий язык. Турецкий, да? Да. Вы до сих пор помните? Что-то вы можете нам напеть? Напеть на турецком? Да. Да, могу. Немножко не в такт, но ладно. До сих пор не изучаю, но помню турецкий, да. Здравствуйте, Руксура. Привет. Если бы у вас была возможность встретиться с собой маленьким, то что бы вы себе сказали в этом случае? О, боже, сейчас я буду плакать. О, что? Я бы сказала, ты не представляешь, какая жизнь тебя ждет. Блин, даже тут запорола. Ты не представляешь, какая жизнь тебя ждет, поэтому не останавливайся. И будь сильный, и у тебя обязательно все будет прекрасно, так, как ты мечтала. Поэтому вы тоже себе это говорите. Потому что все, о чем вы думаете, и все, о чем вы мечтаете, это обязательно сбудется. Все в вашей голове, все так, как вы представляете, точно так и будет. Вот, поверьте мне на слово. Здравствуйте. Вы хотели сделать с кем-то коллаб? Ну, спеть с какими-то популярными певцами или певицами? С Узбекистана или в общем и в целом? Любой. Да. С Егором Кридом хотела бы очень сильно. Потом с кем еще? С Мэдисон Биир из зарубежных. С Арианой Гранде. Из русских хотелось бы... Из казаков хотелось бы с Лили, с Янлик, с Шизой. Потом, кто еще там есть? Ну вот, из русских, блин. Из девочек, с кем? С Астей хотела бы. С Анной, да. Из рэперов? Из рэперов. Блин. А кто из русских рэперов? А, из международных. С Central Sea. Да, хотела бы. И с Уикиндом. Руслора, привет. Привет. У меня вот такой вопрос. Недавно по ходу интервью вы уже ответили на него отчасти, но хотелось бы полного вашего ответа. Когда вы сказали, что вдохновение приходит именно тогда, когда вы в какой-то крайности, типа, ну, типа, вот все отлично в жизни или в минусе каком-то, то бывает ли в тексте такое, что вы именно текстом этой песни, этой музыкой хотите передать этому человеку что-нибудь? Да, я часто такое делала. Были треки, которые я писала от злости, вот мои треки фальшивые, если послушаете, там такие слова, господи боже. Я сейчас переслушиваю, думаю, как, как, я его ненавидела. Так что, да, бывает. Но в любом случае, сейчас это не происходит так агрессивно, например, но мне хочется никому-то это передавать. Я просто именно свое состояние душевное переношу на музыку, потому что так мне становится легче. Я так выговариваюсь, например. Кто-то там идет, кому-то рассказывает, с кем-то делится. А мне легче приехать на студию, написать об этом стих и спеть это. Мне намного это легче, как бы, выплести вот эти вот из себя вот эту вот злость, обиду, грусть, короче. Так намного легче через музыку. Спасибо. Здравствуйте. Ой, привет. Сколько вы тратите за один трек? Если не секрет, можете там сказать? Это друг моего братишки, да? За один трек сколько я трачу? Всегда по-разному, смотря у какого звукорежиссера записываетесь. Но больший чек, который я потратила за трек, это 500 долларов. Самый меньший — нисколько. А самый средний — это 200 долларов. Зависит. Здравствуйте. Привет. Привет. Бывают ли у вас сейчас моменты, когда у вас опускаются руки, и как вы, как бы, продолжаете дальше двигаться, мотивацию берете? Конечно, бывают. Такие моменты бывают у всех. Просто так как ты уже становишься популярнее медийной, ты не можешь, как сказать, постоянно показывать свою слабость. Особенно тогда, когда за тобой уже наблюдают какие-то твои, ну не то чтобы враги, а те, кому выгодно, допустим, видеть тебя в таком состоянии. Ты не можешь постоянно транслировать, что тебе плохо или вот тебе нехорошо сегодня. Ты должна показывать постоянно то, что у тебя все офигительно, все классно. Потому что, по идее, людям вообще неинтересны ваши проблемы, что у вас в жизни происходит. Также, когда и мы выходим на сцену, мы забываем обо всем, что у нас происходило до этого. Потому что мы приходим дарить людям радость, эмоции, так как зрители это чувствуют, нужно им всегда давать свою энергию. Поэтому нужно все забывать и выходить как бы на сцену такой, ну, как будто у тебя все классно и все круто. Но такие моменты бывают, когда опускаются руки. Что я делаю? Я просто переживаю это состояние и стараюсь не думать о плохом. Стараюсь. Это, конечно, очень плохо получается. Особенно мы, девочки, мы очень эмоциональные. Мы хотим всегда, там, я не знаю, чтобы нас кто-то поддержал, пожалел, я не знаю, обнял. Да, мы просто драма-куин и просто высшей степени. Особенно я. Поэтому в такие моменты я просто понимаю, что назад, ну, как бы дороги нет. Я сама выбрала этот путь и половиночку какую-то уже прошла. Поэтому я по-другому не могу. Я, ну, в любом случае, ну, должна сделать так, чтобы у меня все было хорошо и все будет хорошо. Потому что жизнь, она состоит из таких взлетов, падений. И это нормально, когда опускаются руки. Это не значит, что вы слабы или у вас ничего не получается. Мы все люди и у нас бывают такие моменты. И это нормально. Это нужно пережить и все. Спасибо. Как ваши одноклассники относились к тому, что вы начали петь? Они вас поддерживали или наоборот? Нет, они меня гнобили. Жестко. Ой, школьные времена были очень, на самом деле, такие. Потому что именно в школьное время у подростка формируется его восприятие себя как человека. Потому что, я помню, я была очень с заниженной самооценкой в школьное время. Потому что, во-первых, все прикалывались над моим цветом кожи. Я была темненькая, все были белые. И такие, о, коровой, там еще как-то могли пошутить. И меня это очень сильно задевало. Хотя сейчас для меня это так смешно, думаю, обижаться на то, что там типа тебе говорят. Потому что обычно, когда мальчики, по идее, прикалываются над девочками, это означает то, что она им нравится, да, по идее. Но мы же этого не понимаем. И в школьное время, ну, не знаю, одноклассники особо не поддерживали. Учительница очень сильно тогда, помню, сказала, тебе никогда папа не позволит там стать певицей, поступить в консерваторию и так далее. Бывает такое, особенно в школьное время, когда еще вы не сформированы как личности, у которых есть определенное свое мнение. Потому что в такой период жизни мы зависим очень сильно от влияния других людей. И зачастую, там, я не знаю, прислушиваясь к советам друзей или к оскорблениям, например, да, или буллинга. Буллинг — это очень плохо. И прислушиваясь, мы начинаем думать, что мы действительно такими являемся. Но это совсем не так. Потому что каждый из вас индивидуален. У каждого какие-то сильные черты. Где-то вы слабые, где-то кто-то сильнее вас. Но никто не имеет права осуждать вас за то, что ты там такой, а я вот такой вот. Нет, вы все индивидуальные, у всех свои плюсы и минусы. И мы не все идеальные, это просто нужно понять. Просто кто-то в чем-то где-то кого-то превосходит. А вы превосходите кого-то. Поэтому все нормально, на это просто не нужно обращать внимания. Здравствуйте. Привет. Привет. Почему именно турецкий язык? Он красивый. Я смотрела турецкие сериалы и думала, что турки классные мужики. Но они красивые. А можете общаться? На турецком? Да, привет, как дела? Да, мераба. А можем общаться, диалог? Хорошо, поговорим. Хорошо, привет. Как дела? Я ищу, спасибо. Как дела? Я ищу, спасибо. Я тебя слушаю. Ни сколько дней, я слушаю. Вы очень хорошие и хорошие художники. Спасибо. Спасибо. Я вам даю эти увесения очень хороши. Спасибо. Спасибо. и на этом мой турецкий заканчивает уровень моего турецкого сам алейкум не надо поркасы скобра а салам алейкум ну смотри а на ман назар дутатки низкий караб умеем сон хайот намадан кубра кубра корман нет суши броман просто фобия по ген анаги и гипетки боргенда дайвинг чеслию сун теги ги ущендатор метр гичу панический атака башл анген кейн кисла родная ганч карвара гаман шублан хава и тишми голуб еще по это реально я думала что я умру и вот чем на ген фобе боб кодиан суда корпус в а намадан корман наверно уважение как быть на узбекском формат формат твой репутация мёк от почта корман чунки репутация ману чун бренд чорн датурада ахмад ассалам алейкум рухсара умею такой вопрос давайте немного прощайся расскажите пожалуйста о моменте таком счастливым и незабываемым вашей жизни счастье очень растяжимое понятие мы всегда ощущаем это чувство какими-то периодами и она одинаково одинаково у всех проявляется по идее счастливые моменты какие-то ну их было очень много на самом деле но вот последний момент который я прям вот невероятно испытала такие какие-то эмоции счастливые это был это была неделя в лондоне потому что ранее я скептически очень сильно относилась к этому городу я всегда думал лондон это последний место куда я поеду из-за погоды я так думала но когда я там оказалась это просто параллельный мир я вам всем я не знаю это чтобы рекомендую желаю чтобы вы все там смогли побывать потому что очень классно и вот неделя в лондоне для меня было вот я не знаю испытание каких-то вот этих вот тех самых эмоций каких-то счастливых ярких моментов вот вот то что запомнилось вот последний раз спасибо в дубае вы видели стены сайлой и я хотел спросить как она оценила перевод вашей песни этот перевод очень сильно распространился кстати говоря в странах снг и у меня не было какого-то плана когда летели летела туда с ней увидеться но я знала что она там живет но я не хотела как бы напрашиваться на встречу это случилось очень спонтанно через общих каких-то знакомых но я всегда как-то когда я писала точнее кавер на ее песню представляла эту встречу что когда-нибудь наверное мы с ней увидимся и обсудим этот кавер и так получилось ну то есть мы через общих знакомых встретились в одном месте пообщались но мы больше даже не про кавер общались а больше про жизнь в дубае про то что про какие-то ее цели она мне раскрылась совсем совсем другим человеком то есть я ее совсем по-другому представляла то есть если в инстаграме она такая уверенно в себе крутая дина саева то в жизни она очень мягкая очень простая и очень неразговорчивая девушка вот и такая вау ну дина для меня вообще с другой стороны раскрылась ну вот как то так то есть если я хочу сказать я тогда убедилась что не важно сколько усилий допустим вы приложите ко встрече с каким-то человеком или допустим даже когда вы хотите добиться какой-то цели если это не суждено этого не будет но если это суждено даже если вы к этому как сказать ну это произойдет так неожиданно и таким обходным путем что вы просто офигеете короче поэтому нужно всегда полагаться на всевышнего все по его воли и как бы не переставать мечтать желать и хотеть спасибо здравствуйте я хотела спросить в будущем вы где хотите жить в узбекистане хотите или же переехать в другую страну например хочу жить в узбекистане потому что я очень люблю ташкент и я очень сильно по нему скучаю когда улетаю но две недели двух недель в другой стране мне достаточно для того чтобы соскучиться и прилететь обратно но хотелось бы пожить где-нибудь в лондоне я бы хотела пожить я бы хотелось все хотят сравнить например америку с лондоном хотелось бы сравнить но я человек который допустим я не живу одним днем я всегда думаю наперед на несколько лет вперед и на долгосрочной перспективе мне не хотелось бы чтобы мои дети например росли в американской культуре я бы хотелось чтобы они воспитывались здесь у нас например поэтому я не знаю как мы да ну в лондоне я просто увидела насколько даже в европе это так сильно проявляется вот в лондоне увидел насколько как сказать насколько все позволено вот и пропаганда очень сильно я бы я бы не хотела это и давайте мы перейдем к нашей заключительной части блиц вопросы вы можете отвечать быстро и не быстро но вообще на них желательно первой мыслью ответить так что погнали ваша первая мысль сегодня утром сразу после пробуждения надо двор подмести я подмела на сколько стоять 8 9 успели да какие эмоции вот так вот если у вас точку кипения вы терпеливый человек взорваться вообще нет я вообще не терпеливый человек если я чего-то хочу я хочу сию минуту как ну когда как смотря игра стоит свеч или нет чтобы потерпеть но зачастую я не терпеливый человек а если на человека сорваться а нет нет вот если это касаемо именно злости каких-то эмоций я очень сильно боюсь расстроить человека потому что карма настолько моментальная что лучше не рисковать идешь-идешь кирпич на голову ташкент город для жизни и воспитания детей да музыка это любовь хорошо самое успешное выступление ваше самое удачное это было в алмате на тик ток фесте вот там были все это было в прошлом году в апреле там выступали все российские тик токеры и я представляла узбекистан круто и меня там очень классно встретили а самое неуспешное такое провальное выступление может быть у вас есть успешное провальное самое это было знаете где это было в моем универе когда я выступала они включили микрофон он был ужасный и плюс они забыли выключить уведомление звук на телефоне и музыка срывалась там приходили ты дам ты дам ты дам я такая что происходит и они все нормально окей а я никогда не шучу с мамой семья это главное топ-3 исполнителя узбекские и топ-3 запад узбекские так-так-так-так старые новые давайте из новых буду лучше перечислять топ-3 масса конста и и я а запад запад сейчас для меня центр си дистинкт и выкинт отлично хороший выбор можно ли иногда лгать да нужно в каких случаях ложь во благо ложь во благо потому что вот представьте да вот на минуточку жизнь был без лжи без единый это же капец как все со всеми пересрут жизнь хаос превратится мне кажется последняя песня в плейлисте через что слушаете через spotify вот последняя песня в плейлисте сейчас посмотрю у меня есть плейлист называется кар это для машины песни для машины и плейлисты так у меня краш какой-то дакаврс не знаю что можно послушать спасибо что согласились прийти это действительно очень круто вы действительно редко соглашаетесь можно очень мало интервью ваших найти то что вы согласились прийти к нам это прям любовь 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 спасибо большое спасибо аудитории за крутые вопросы спасибо ребята огромное что выделили время проснулись пришли задавали вопросы у вас все будет классно у вас все только начинается ну и у меня тоже но я все равно чувствую уже себя мне 22 поэтому все классно главное никогда не останавливайтесь и знаете что у вас все получится в лучшем виде сто процентов сто процент спасибо большое